Микс Ньюз. Программа Синема. Поехали. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые слушатели и кинолюбители. Олег Пеков в студии. Сегодня со мной программу Синема проведет известный латвейский кинокритик и куратор кинотеатра Splendid Palace Дайра Амулэнни. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы, ну, наверное, ведь Splendid Palace – это старейший кинотеатр латвейский, действующий ныне. А кинотеатр, который сам по себе вызывает такое, ну, эстетическое прекрасное чувство от посещения, потому что это изумительная красота издания, и еще его отличают от других кинотеатров. Особая репертуарная политика. Именно здесь можно посмотреть европейское кино, которое обычно все-таки, ну, очень мало представлено. Но в больших мультиплексах его практически почти невозможно посмотреть. Вот как определяется политика кинотеатра, какие фильмы сейчас вот в текущем репертуаре, что будет? Ну, кинотеатр состоит в сети, если можно так сказать, Europe Cinemas, которые и являются таким, ну, таким нашей целью, то есть наша миссия, наша цель – как раз познакомить как можно больше с продукцией европейского кино. Мы знаем также, что Splendid Palace является таким самым, ну, самым таким желаемым национальным первым экраном, то есть премьерный кинотеатр, как мы вот сейчас, ну, в кулуарах называем кинотеатр премьерный, потому что именно эта тенденция везде в мире, что есть кинотеатры, так называемые события, кинотеатры событий. И вот мы тоже работаем таким образом, что у нас больше репертуар похож на репертуар классического театра, чем мультиплекс кинотеатра или кинотеатра в классическом, ну, традиционном смысле, потому что в этом кинотеатре нужно, то есть в Splendid Palace вы должны найти фильм, который вас интересует, и посмотреть, когда его показывают. То есть мы, в свою очередь, стараемся фильмы ставить так, чтобы они были возможны и для тех, которые хотят их смотреть в выходные дни, и для тех, которые хотят их смотреть поздно вечером. Ну, то есть зала, у нас только два зала, то есть один очень большой, другой чуть поменьше, и, ну, так стараемся, чтобы более зрительные фильмы и премьерные фильмы все показались, именно те, которые будут представлены вместе с группой или с какими-то лекциями, или они были представлены в большом зале, а фильмы документальные и фильмы, которые более камерные, они больше появляются в малом зале, который, кстати, очень удобный, и все говорят, что он более, ну, он очень гармоничный по ощущению просмотра фильма. Но то, что, перед чем мы стоим, во-первых, весна у нас уже на улице, и, как известно, весна, то есть это последний большой такой пушень, как говорят для, на английском не могу найти сейчас слово на русском, первый, последний такой большой премьерный вал больших фильмов, что и будет намечено в Латвии, вот уже эту пятницу будет представлен новый фильм, французский фильм режиссера Луи Гарреля, который мы все знаем, как очень хорошего актера, он играет в этом фильме, как совсем не странно, и одну из главных ролей, но вместе с ним в фильме снимается очень сейчас известная молодая актриса Лилы Рос Депп, то есть дочка Деппа, и Латисия Каста, которая тоже очень сейчас модная актриса во Франции. Фильм будет любовный треугольник, но не совсем правильный. Ну, больше я не могу говорить о сюжете, все должны сами почувствовать, как это Франция и неправильный любовный треугольник с Луи Гаррелем. Да, а картина эта будет идти, я понимаю, наверное, только в «Сплэндед Паллас». Эта картина будет идти только в «Сплэндед Паллас», так что те, которые любят французское кино, мы знаем, что таких людей очень много, они любят французское, это вот как французские духи, вы знаете, ничего лучше не бывает, так и с французским кино. Но кроме этого, я думаю, что в данный момент зрители должны не опоздать на некоторые вещи, и в том числе на фильм, который, я думаю, что не оценен полностью, но очень увлекательный как для молодого зрителя, так и для критиков и феншмакеров, как мы говорим, кино. Это фильм «Ангел», который сделал режиссер Ортега. Очень интересная история про серийного киллера. Убийцу, да. Убийцу, да, молодого, прекрасного, ну, такого красавца, который может только с любовью смотреть на вещи, но исторически вот такой случай известен, этот серийный убийца под названием, под именем Карлос был известен как такой странный и очень, как мы знаем, такой темной харизмой человек, который и существовал в истории. Его называли, да, «Ангелом смерти», и его в 1972 году арестовали в 20-летнем возрасте, он в эти 20 лет уже успел совершить 11 убийств. Да. И это все реальные события. Да, и вы можете абсолютно не бояться, это фильм не фильм ужасов, но фильм как раз триллер, где вы все время под таким напряжением, неужели, неужели они что-то такое делают? Потому что на экране не так уж много этого убийства, на экране больше того, какого-то такого смущенности, такой странной, агрессивной нежности, если бы так сказала, если вообще-то что-то такое возможно, то есть такого смущения, что да, ну вот так, да, ну что делать, ну вот так нужно решить эту ситуацию. То есть в фильме есть такие странные, очень такие чувства, вот таких, которых вы обычно не замечаете и в жизни, и на экране, очень нечасто такое случается, когда это вы как-то не понимаете, как к этому относиться, как это возможно, что ангел, был человек такого ангельского вида внешности, и совсем не злой как бы, но вот внутренне он такой без такого, без тормозов, скажем так, ну так скажем, ну конечно там есть и социальные слои вокруг этого, и есть очень такая трогательная история его отношений с семьёй, очень трогательная, и очень, я даже как мама думала, боже мой, если это случается, они же такие все нормальные, все такие хорошие, семья, откуда такое может быть? Ну вот есть какой-то такой психологический такой сдвиг, и вот такое случается и для семьи трагедия, и для, конечно, трагической, эта история кончается, и кончилась в жизни, но фильм, ну такой очень, по ощущению, такая новая волна аргентинская, я бы сказала так, что такое, ну очень, я очень советую этот фильм, как, если вы хотите что-то неожиданное, и не очень, ну не грубое по разрешению, и визуально очень прекрасно сделанный фильм, я просто влюблена в этот фильм, я боюсь, что зрители его пропустят. Потом есть сейчас выдающийся литовский фильм, который называется «Пепел на снегу», только что вышел, и которого сделал режиссер литовского происхождения, но американец, фильм полностью сделан вместе с британскими молодыми актерами, но фильм рассказывает литовскую историю, которая связана с, ну, нам очень хорошо известной историей, трагической историей депортации в Сибирь после Второй мировой войны, и во время Второй мировой войны, такая, но тот же фильм сделан так, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, может быть, слишком декоративно, но зато он очень хорошо рассказана, история понятна, и тем, которые не знают эти исторические события, он так, ну, может быть, чуть-чуть прямо рассказан, но фильм очень нравится зрителю как раз, потому что он так, ну, как биографический какой-то, в монографии рассказан про молодую девушку, которая хочет… молодая, что она влюблена, что она… Ну, то есть, мы знаем, что молодость не повторяется, когда она есть, тогда это все происходит, и вот эта история, она такая, ну, такая тонко свитая, вот с этим трагическим событиями при Балтике, которые очень хорошо знают, также мы знаем, что все эти события произошли в Латвии, и есть фильм «Вестру Кайриш», который Мелана Исхроны, который был тоже посвящен этим событиям, так что я думаю, что иногда очень полезно всем, которые живут в этом регионе, посмотреть на такие истории, может быть, это хороший повод, как молодым поколению вот встретиться первый раз с такими историями, понять, что это не только трагедия историческая, не только трагедия нации, но это и трагедия личностей, трагедия, может быть, которую где-то можно поискать, может быть, есть какие-то, скажем, в моей семье есть этот момент вот в сибирских силах, и я думаю, что во многих семьях там или бабушка, или прабабушка, или дедушка, или брат дедушки, кто-то очень, это же была очень массовая трагедия, и люди были молодыми. И этот фильм, я понимаю, что он производство совместное, да, Литва и Соединенные Штаты Америки. Да, именно так, да. Так что вот очень, очень был, фильм был, 200 тысяч зрителей этого фильма, этот фильм посмотрели в Литве, 200 тысяч. Это немыслимое количество. В Латвии все пока так, вот только что сегодня я нашла это обозначение, и думаю, очень так для Прибалтики, и для Латвии в том числе, очень хорошо звучит такая, как они ходят в фильм, это «слипер». То есть это значит, что они так медленно наращивают интерес к фильму, они не сразу бросаются, но они ждут, когда вот вы скажете, да, это нужно посмотреть, я скажу, ну, конечно, посмотрите это, или там сосед, или друг по школе скажет, ну, это я видел, ты знаешь, как прекрасно они это придумали. Вот в Латвии по сравнению там с другими государствами, и даже нельзя сравнивать с Америкой, где первый веконд решает все, то есть первая суббота, воскресенье, это все, или будет рекорд, или будет провал. В Латвии как раз наоборот. Первый веконд, первые, то есть суббота, воскресенье, еще ничего не значит, люди просто прислушиваются, пойдем, не пойдем, ну вот идите, пожалуйста. То есть это фильмы этой весны, а вот 4 апреля очень большой релиз, очень большой фильм, фильм только что показан, только что награжден в Берлине в середине февраля, фильм, новый фильм Француза Газона, который называется «По воле Божией». Фильм очень необычный для этого режиссера, получил уже награду на Берлинском фестивале, большой пресс-жюри, то есть по значению второй, по влиятельности второй, второй по значимости приз в фестивале после «Золотого медведя», серебряный медведь, большой приз жюри за режиссуру Француза Озона. Озон просто любимец Латвии, я не знаю, чем это объяснить, даже, ну, я понимаю, любим французское кино, но до такой степени, чтобы посмотреть, он сделал хорошо или плохо, вот только из-за этого пойти посмотреть. Я помню, первый, когда фильм появился еще на «Арсенале», его, по-моему, показывали «Крысятник», по-моему, вот уже тогда был какой-то ажиотаж, сразу все о нем заговорили, вот каждый новый фильм, который появлялся, все... Да, он просто, здесь у него золотые зрители, я надеюсь, что они как-то захотят посмотреть и на такого Озона. Фильм, как вы понимаете, непростой, про конфликт церкви с законом, с конфликтом, ну, заключается в том, что там есть скандал педофилии, который тоже на реальных событиях, так что и Озона, он даже почти плакал на сцене, он говорил, что это ему так важно было рассказать, может быть, мы что-то не знаем про жизнь великих людей, про их... Ну, я не знаю, что стоит за этим, но это он сам считает, что это самый важный его фильм, и он его сделал, он был оценен Берлином, мы надеемся, что он будет оценен и публикой, ну, если кто-то что-то делает с таким большим, большой такой задачей для себя, я думаю, что это никогда не пропадает. Это будет уже в апреле? Это будет уже с 4 апреля, да, премьерный показ фильма 4 апреля в 19.00 в Сплэнт Палс в Большом Зале, так что все будет прекрасно. Озон давал интервью специально для Латвии, мы знаем, что у нас был такой трогательный, очень странный событий, мы праздновали вместе 50-летие Озона, то есть как день рождения Озона, смотрели его фильм, и он специально прислал видеопослание людям, которые этот вечер проводят вместе с ним, день его, день рождения, это был в прошлом году, тоже мы смотрели фильм Озона, но теперь Озон уже как бы так чуть-чуть уже, ну, во всяком случае, он знает, где Латвия, и знает, что там все любят его фильмы, уже как бы все подряд любим, любим так некритично уже, ну, можно позволить, если кто-то уже живой классик, как это можно уже говорить об французоне, ну, будем его уже любить, ну, что ж, и будем смотреть кино. Совсем скоро уже новый фильм Озона, создатель там 8 женщин, отчаянные демохозяйки, фильмов бассейн, ну, то есть огромное количество там картинка, то каждый год почти, и все любимые. Да, и я понимаю, что будет еще и новое российское кино, тоже представлено. Вы знаете, да, это будет такой довольно удивительный случай, когда после столько много лет уже, когда уже как бы мы работаем в своем государстве, и Россия работает уже по другому, по другому регионе. Вот был случай, когда латвийская студия ТАССФИЛМ совместно сделали фильм, который был снят в Латвии, называется, будет называться фильм Юморист, так что не боитесь, уже ничего страшного, и фильм снял режиссер Михаил Идов, так правильно сказать? Да, Идов, да. Да, и он, ну, любит Ригу и Латвию. Бывший сам рижанин, да. Бывший рижанин, да. Интересно, как это будет выглядеть на экране, потому что я как раз вот здесь есть и великие русские актеры, и также и литовские имена появляются, может быть, в маленьких ролях только будет в этом фильме где-то мелкнуть латыши, но фильм будет снят в Латвии, и режиссер был в Латвии, я слышала, что вы уже встречались. Вот как раз год назад он приезжал как раз снимать эти сцены в Юрмале, в Риге, и он, ну, нам удалось просто его на радио пригласить, он не очень хотел говорить об этом проекте, ну, может быть, из суеверия, пока еще выйдут съемки, поэтому было совсем немножко вот известно, но я уже видел рекламный ролик, и видно, что часть съемок действительно это было в зале Дзинтери, концертном зале Дзинтери, и будет присутствовать Юрмала в кадре, то есть это будет вдвойне приятно и интересно. И эта картина, которая для России, я понимаю, она немножко была воспринята с настороженностью, потому что, понятно, там действие происходит в застойные годы, как раз правление Черненко, и показан конфликт умного, интеллигентного человека, которого душит вот эта атмосфера, и все понимают, что Идов снимал, конечно, фильм не про те годы, а вот все какие-то вот параллели, то есть вот они понятны, и, конечно, ну, эта картина была так встречена достаточно немножко настороженно в России, хотя вот, ну, я думаю, что это очень такой острый социальный фильм. Да, мы посмотрим, как фильм пойдет в Латвию, потому что он обязательно может быть интересен, конечно, русскоговорящей аудитории, но латвийская аудитория, она всегда увлекалась русским новым кино, и классическим, конечно, и кино знает хорошо, так что мы будем смотреть, как есть возможность встретиться разным аудиториям в одном кинозале, это очень приятно, премьера будет состояться 22 апреля, тоже вот мы надеемся, что будет творческая группа с нами, режиссер опять переедет, так что вас тоже приглашаем, пожалуйста, приходите, посмотрим, как это выглядит на сцене. Мы сейчас буквально прервемся на выпуск новостей, после чего вернемся в студию. Микс Ньюз. Да, мы вот уже тут всех призываем в кино, потому что говорим о ближайших премьерах, и в том числе о том, что сейчас происходит в латвийском кино, вот именно к столетию Латвии было снято очень большое количество, ну рекордное, наверное, количество фильмов. И это был такой, ну мне казалось, такой момент, как публика, как зритель воспримет такое количество, ну то есть фильмов, насколько вот будет, как выдержат они конкуренцию, например, с и голливудскими фильмами, с европейскими фильмами, и удивительно то, что практически каждый фильм нашел свою аудиторию, и чувствуется, что очень большой интерес. Люди хотят смотреть национальное кино, и это, ну мне кажется, очень хороший знак того, что надо снимать, надо больше снимать фильмы. Да, конечно, и я думаю, что программа была создана очень, ну так, с взглядом на будущее, то есть очень разная, очень много было жанровых таких находок, разные исторические персонажи, включенные в фильм, также и в игровых, и в документальных фильмах, так что, ну такое было очень разная программа, которая, как вы правильно говорите, нашла своего зрителя, и у нас есть один рекордсмен, так скажем, фильм, который свой рекордный зритель, ну то есть количество зрителей уже показал в первые полтора месяца, уже выиграл наш приз People's Choice, то есть выбор зрителей, это был фильм Анны Видулей, Хомоноус, фильм до сих пор на экранах, и фильм будет рекордсменом этих последствий, всего, я думаю, всего столетия фильмов, вот этого блока фильмов, потому что уже около 90 тысяч человек посмотрели. 92, вот я сегодня проверял, смотрел последние данные. Кто бы подумал, что латвийская публика может так солидарно идти смотреть историю про художников, историю живописи, ну конечно, фильм сделан очень удачно, он такой трагикомического клона, и в фильме есть отзывы на конкретные живописные полотна, которых можно посмотреть здесь, недалеко, в музей художественном, и очень прекрасный букет актеров, все ведущие актеры, Риггс, Яна Театр, то есть как вы на русском переводите? А мы его даже не переводим, мы так и называем. Поэтому и там кто там может и также там прекрасные актеры Национального театра молодые там Агне Ассоциировала и кто там у нас еще был? Ну всех не назовем сейчас, но конечно там огромный букет молодых актеров, которые играют и других поколений актеров, там последняя роль Андрея Жагарса, притом на мой взгляд прекрасная небольшая роль, где он сыграл ее почти только лицом, только глазом, как великий, как прекрасный киноактер в маленькой роли мог передать характер. Я даже думаю, что это есть повод еще раз посмотреть фильм, и притом этот как раз фильм очень-очень любим, люди приходят несколько раз, смотрят вместе с семьями, с друзьями, так что так. Но в данный момент еще можно посмотреть самый последний премьер, также фильм, который называется 1906, фильм режиссера Гаты Сашмитта, который тоже жанровый фильм, такой необычный драматургическое построение фильма, где есть шесть главных героев, то есть шесть главных героев, они все на самом деле такие не очень удачные революционеры, но они добываются, у них есть там свои идеалы, они прекрасно одеты в одежду модельера, художницы по костюмам Кейты, которые по-моему первый раз работала в кино, ну конечно, там можно посмотреть даже на, ну не знаю, на самые мелочи, на пуговицы, как сапожки нужно закрывать пуговицами, то есть в то время так было, ну Кейта так и сделала, актрисы закрывают, то есть ну там всякие такие руками шили некоторые вещи, ну прекрасно посмотреть на на то, как реставрировали и стилизуют в одно и то же время, там есть реставрация и стилизация времени, про которого мы почти уже ничего не знаем, то есть 1906 год, ну то есть и мы ждем еще некоторые премьеры документальных фильмов, вот фильм Лайма Жургина, классического режиссера документального кино, который сделал фильм, который посвящается молодости ее поколения и фильм на латышском называется Каза Капа Дэбисис, но по смыслу фильм про художников богеми, богемных художников, богему, богему, богему художников 60-х годов, то есть вот наши хипстеры того времени и теперь уже прекрасные известные художники там, ну я знаю, что там есть и Иман Фландсман, и Майя Табака, и кого еще назвать, не знаю, нужно смотреть фильм, но это, то есть соединение времен, 60-е годы, вот когда ну все как бы было закрыто, вот художники умели жить свободой между словами, между, не знаю, извиняюсь, но алкоголь помогал им тоже вот это странное, очень любимое тогда кафе Каза, или переводится кафе вообще по названию? Можно, я думаю, что в принципе его, наверное, да, его так, наверное, и знали все Каза, даже русскоговорящие художники знали, что Каза, это Каза, не что-то другое, так что вот такой фильм мы ждем, мы ждем фильм, про легенду волейбола, которого сделал режиссер Илзе Кунга, которая, кстати, училась уже в Новые времена, но в ГИКе, то есть человек, который знает и русскую школу, кино, конечно, мы знаем, что легенды волейбола, это не значит только латышеское происхождение, то есть это будет интересный такой фильм, фильм для тех, которые любят историю спорта, такой классический, сделан документальный фильм про людей, которых мы тоже очень любили, ценили, которые сделали историю спорта в Латвии. И третий фильм будет Каспар Гобы, который будет называться «Инга Дзирд» или «Инга слышит» про очень необычную семью, необычную героиню, фильм только что получил приз в Европе, я думаю, что даже релизы еще не выслали про то, что фильм уже получил такое признание в мире, фильм про семью, где девушка родилась в семье глухонемых родителей, но девушка слышит. И она является таким переводчиком, таким человеком между двух миром. Мир, который, где никто не слышит, и мир, который для людей, которые могут говорить, могут слышать. и это реальная жизнь, понимаете, это не только метафора, это о том, что как нам сходить в поликлинику, или как папе написать бумаги в Думе, или где-то в других местах, как ему идти решать вопросы. А это документальный фильм? Это документальный фильм, это реальные герои, и фильм очень тонко следит за отношениями в семье, и в том, как чувствует себя Инга в такой ситуации, и как она любит свою семью, и как она хочет уйти, и быть личностью, и жить жизнью, которая ей суждена. Но она понимает, что семья есть семья, и если уж так судьба распределилась, что у этой мамы, у этого папы, которые жили все время в тишине, есть дочка, которая может говорить с говорящим миром, она должна быть этим видом, этим переводчиком для них, но не простой фильм, но очень сделан с таким, да, таким, ну, не подойти слишком близко, но все же подойти очень близко к этой ситуации, то есть документальная достоверность, которой ты веришь, что ты вместе с ними, и ты как-то пробуешь понять одну сторону, другую сторону, то есть такой фильм с внутренней проблемой, которая очень человеческая, человеческая, и очень понятная, то есть неважно, что вы, может быть, никого не знаете с такой, с таким, ну, вот, с такой, с таким, недугом, наверное, болезням, да, но неважно это, потому что это никак вам не помешает понять ситуацию, потому что, может быть, в какой-то другой семье есть другая проблема, не знаю, человек, который не может двигаться, или человек, который, ну, абсолютно нет разницы, что и как, но есть здесь это ощущение, что как соединить эти две половины мира, одна половина мира, которая ничего, как бы, не хочет знать о тех, которые живут иначе, а другая половина, вот, это семья, которая должна жить, реально жить в наши времена, понять, что происходит, что рассказывает радио, как общаться компьютеры, как компьютер может ли быть этим, как бы, мостиком говорящих, не говорящих, может быть, ну, то есть, есть там очень разных проблем, но самое главное, что есть эти личные проблемы, которая, как бы, ищет себя, и она должна для себя решить, как она будет жить, как она будет жить. Ира, вот как интересно документальное кино себя показывает, ну, то есть, вот люди интересуются сейчас документальным кино, смотрят ли, приходят ли? Ну, вы знаете, у нас были очень интересные случаи. Последний документальный хит, если так можно сказать, был фильм, которого, к сожалению, сейчас уже повезли по другим каналам, он будет уже по районам ехать, но я думаю, если что, он может вернуться 4 мая обязательно. Это фильм актрисы, которая стала уже режиссером, актрисы, я у нас актрисы, это Клявине, которая стала режиссером и сделала, как не поверите, документальный фильм про семью, которая латышеско-русскоговорящая, то есть, девушка, у которой русские родители, фильм называется Зориана Хробрая, так вот это имя девушки уже как бы само по себе является какой-то странной силой. Девушка русская, очень рано полюбила парня латышеского, более латышеского имени, как Эдгарс уже у нас нету, вы знаете, это почти символично, и вот эта история ее отношений с детьми маленькими, фильм очень нравился зрителям, потому что он был таким, тоже таким аутентичным, он был снят иногда неправильной камерой, если так можно сказать, то есть иногда этот непрофессионализм за камерой, он как бы дал это такое ощущение, да-да-да, что это по-настоящему, потому что просто нельзя было не снять этот кадр, и он почти как мы в семье, нужно снять же, как ребенок там кушает шоколад, да, никого, ни для кого другого это не важно, но для вас важно, и вы видите, как там все, и здесь как бы есть это ощущение вот этого, что мы раньше называли home video, я даже не знаю, как это называется теперь, телефонные съемки, да, нет такого термина, но будет, наверное, когда-либо, то есть домашние съемки, вот есть такое для себя, я снимаю для себя, но вдруг, когда из этого, Элла-то не снимала для себя, она снимала для своего дипломной работы, но она очень полюбила эту семью, очень долго, снимала два года, с ними жила вместе, во время этого родился ребенок, второй, и так далее, и так далее, я тебе просто говорю про таких, что да, ответ очень после длинного эмоционального такого вот подхода, я говорю, да, люди полюбили документальное кино, у нас есть уже свой зритель, который ищет именно документальное кино, но я даже думаю, что уже пора делать такие документальные слоты, такие документальные вот уже сеансы, которых уже люди знают, да, вот там понедельник, 19, это будет документальное кино, да, нужно сходить на документальное кино, мы же знаем, что был у нас в истории кино, есть случай, когда работал в Риге кинотеатр, который показывал только документальное кино, кинотеатр назывался Блазма, и там показывали документальное кино, вот очень было все недорого, фильмы показывались все время, можно было заходить, когда хочешь, уходить, когда хочешь, это такая легенда, я не помню, ходила я или нет, это очень уже как бы, ну, это советская легенда, но такое было, если можно было существовать в то время кинотеатру, который показывал только документальное кино, и потом у нас же, мы же знаем, у нас и документальное, это поэтическая документальная школа, и все, у нас есть исторически очень серьезные отношения к документальным кино, как со стороны кинематографистов, так и со стороны зрителей, это, конечно, большое спасибо там и Абраму Клецкину, который был теоретик самый, может быть, сильный в то время документального кино и Михаила Савийского, который в этом году как раз в прошлом уже в Кристопсе получил, получили приз за вклад в кинематографию, вклад в киноисторию, именно вот как критики, это был такой первый случай, когда так так высоко оценили работу теоретиков, и вот они как раз сформировали теоретически это документальное поэтическое кино, что это такое, что в нем включается. Вот такая у нас история документального кино, так что я совсем не сомневаюсь в том, что эта волна интереса к документальному кино, она может именно потому, что есть вот такие сильные авторские работы, которых вот мы уже смотрели, Ивара Селец, из фильма Турпин Аймс, который был тоже хитом, публики смотрели и смотрели и смотрели, и также и новые режиссеры, как Элл Токлявни, которые вот приходят, и также Иева Узуал, и некоторые делали несколько уже фильмов, которые все были любимы зрителями, там «Мой отец банкир», и сейчас Иева работает над новым фильмом, который я даже не сомневаюсь, что будет тоже хитом называется рабочее название фильма «Мана Маат Валст», ну не знаю, как она переведет на русском, то есть это как бы такое про ну про проблему адопции в Латвии, то есть как живут люди, которые были адаптированы другими семьями и знают некоторые о том, что они адаптированы были, это их вырастили вырастили, да, другие родители, да, то есть ну то есть разные там как Иева сделала это, мы еще не знаем фильм, в данный момент снимается, но тоже документальный фильм, я не сомневаюсь, что фильм будет очень жестко и откровенно рассказан историей. Я помню, что когда вот фильм «Мой отец банкир» на премьере, по-моему, была очередь, которая просто выходила на улицу и там то есть это было буквально вот по улице Элизабетас продолжалось, потому что такое было большое интересное событие все-таки историческое, которое затронули многих, может быть, людей. И многие люди были рады фильмам, но многие были очень растроганы, но многие орали, очень сложные были пресс-конференции всегда по поводу этих фильмов, потому что все когда как-то винили друг друг, кто же был виноват и так далее, ну то есть фильм-то в основном хотя и был семейным, семейной историей, но он же был про время, историческое время, когда таким образом пострадали другие семьи, так что, ну я думаю, что документальное кино, оно будет очень сильным, я не знаю, можно ли говорить об этом, но есть, мы ждем очень, ну я думаю, что да, скажу, что же, будет очень большое событие для латейского документального кино, которое будет проходить с 3 мая по 17 мая, это будет проходить в Париже, в Пампиду, центр Пампиду, будет показывать две недели большой респекции режиссера, документалиста и только документальные фильмы выбраны, Лайла Пакална, такого, вы знаете, не было, чтобы Пампиду центр показывал такое большое количество латвийского кино на латышеском языке, ну конечно с субтитрами, но и Лайла будет проводить там несколько собеседований по поводу ее искусства и конечно такой немыслимый комплимент такому маленькому государству как Латвия, если вот мы знаем Лайла Пакална не самый любимый режиссер латышского зрителя, потому что ее фильмы не такие простые, не такие у нее такое другое ощущение реальности, которое всегда присутствует в ее фильмах, очень эстетически высокий уровень кадра, но не самые простые истории Лайла показывает, хотя истории простые, но Лайла их не так рассказывает, и вот я как-то даже в такой сентиментализм впала с этим событием, потому что я как-то вспомнила, что она первый свой международный такой получила в Каннах с маленькими документальными короткометражками, которые назывались там Веля про миспас и был фильм показанный в программе особый взгляд. Так что вот какой у нас будет весна. Да, очень насыщенный, кстати, мы, по-моему, закатом только говорили, что 4 мая будет только латвийское кино. Да, но 4 мая у нас есть такое классическое, я бы сказала, уже классическое и традиционное событие, когда 4 мая, вот, день национального праздника во всех залах с Планет Палас показываются разные фильмы только латвийского, ну, то есть производства. Да, производства, и всегда люди как-то очень-очень-очень отзывчиво приходят, потому что есть возможность еще раз посмотреть то, что вы давно не видели, и там всегда очень ловко и хорошо сделанная программа, которая делает киноцентр, национальный киноцентр, и там есть и новые фильмы, там будет и премьера, Дзейн Трегеки фильма, который называется Илмарс Блумбергс, именно там будет премьера в этот день. Ой, к сожалению, у нас время закончилось, но вот мы еще и собирались другие какие-то темы, обсудить и будущее кинематографа, и кинофестивали, но об этом, наверное, уже в следующий раз, я попрошу Дайру, наверное, еще как-нибудь прийти обязательно в программу «Синема», кинокритик, оратор кинотеатра «Спланетт Палас», Дайра Амолынила сегодня у нас. Спасибо вам. Игорь Негода,